сам уже прикол вот этого стрима самого как бы ушел я поэтому аудио дорожку аудио на самом деле ценная вещь которая дается эти мысли потом по новой фокусировать концентрировать и вот именно вот то самое что мы не можем это рекленький стал одновременно воспринимать отсюда вот множество всяких там гуру появляется которые зацепившись за один сегмент могут нам пытаются нам сведения с позиции видения этого сегмента описать всю картину мира что мы такие такие не понимаем да что происходит а вот вы будете пребывать тут-то там-то и когда они еще доходят до того что вы будете пребывать в боге меня тогда начинает просто это можно сказать смешить можно сказать колбасит можно сказать выносить там новое слово модное триггерить дебилоидное слово не ненавижу ненавижу я вообще ничего не ненавижу если разобраться короче говоря не очень настроение такие слова и вот они такие его мы вас будем всему обучать вы будете жить в боге каком ты боге будешь жить глупости какие-то говорят многие пользуются этим и политики всякие на этот сегмент там тоже да это мы наведем порядок в чем порядок везде почти везде ты у тебя на заводе порядок навел тебя за рабочие нормально заработал получать социальные выплаты имеют да ну ну давай ладно наведешь порядок а вот здесь вот на давайте на земле здесь у нас на николаевской местечковый уровень и тут какой порядок ну как вот тот порядок мы сейчас колхозы будем вы хотели колхозе ночи с колхозы организуем вам вы будете работать поняли колхозы короче я согласен колхозы какие поля можно засеять хороший травой скосить сделать сено потому что многие скотину режут потому что но сена нет никто не хочет содержать скотину кромок нету просто сама по себе скотина содержание такое дело это вам не население содержать которое сама себя кормят кормят себя кормят вот это вот вот этих вот жителей до кормит людей что делают поехали дальше но разматывать нитку вот этого безумия за столб же мы приколотились и продолжаем наш стрим длиною в жизни производства обычно вокруг которого все наворачивается да там социальная сфера там дома там пища все короче все крутится создается там поселок деревня поселения город там центр потом какой-то там не знаю краевой там столица дальнего востока если нету производства когда вы выбивается все производство одновременно вот здесь на нижнем амуре стоило большого труда это запустить у нас но невыгодно строить тут не государство разорительно дотации надо много чтобы здесь заработать рубль надо вложить 10 для начала но потом конечно пойдет как-то зато то что здесь можно делать нигде больше может и не сделаешь вот если нету этого производства у нас типичный завод не нужен панельный завод не нужен соответственно строители все не нужны после организация строительная не нужна судостроительный завод нам не нужен корабли стране не нужны короче нихера не надо вообще ничего не надо нужно только кладбище и вот когда я столько кладбища административный ресурс и какие-то попытки там что-то проговорить там просто проговорить что мы что-то делаем на что делаем чтобы жизнь людей сделают лучше ну люди это те кто заняты в управлении непосредственно непосредственно их один процент ну 240 на нижнеморской земле у нас всего население жители те кто живут хватает там не хватает им неважно ну достойно получают при этом там никто не хватает пытаются еще достойнее получать никуда не надо ездить вот тут живут он отец кто в молиции кто в полиции кто еще там где-то все вот нас тут охраняет то-то зашивать там пытается врачей нету как бы врачи это уже не жители это тоже не понять но это жители чита который привозит сюда другие люди ну вот приехал главврач нарек себя врачом и при сюда допустим тянет жителей те которые будут жители то есть лорд тянешь до своих подчиненных там вассалов дает им на откус так ты будешь хирург будешь здесь сидеть надувать щеки говорит что это вот мы не можем то не можем ты будешь тут еще другой хирург будешь ходить улыбаться ну как депутаты там поулыбались там вот мы депутаты а ну все нормально будешь депутат или там я могу а можешь ну давай все возьмем тебя нету производства ну все значит тогда население становится ресурсом для жителей которые обеспечивают это население типа там всякими услугами там благами там но и гернатейцы работают полиции работы защищают от тех чтобы там не пошли те там все что то то что нельзя взять прочее там это вот что касается жителей и населения ну а люди 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 они как бы это управляют жителями подсказывают чтобы они вот так вот население и вот так вот все у всех на откупать из фссп получает эти с налоговой получать все сектора поделены между жителями жители кормятся населением население их кормовая база люди управляются этим процессом все вся иерархия предельно понятно расписано что здесь непонятного что здесь не сходится да это короче шисофреник наркоман там прочее но и услышали слышали уже безработные да но ясно ясно там этот клиентом психиатрические больницы да ну ясно ясно они всех психиатрические больницы бы закрыли по закрывали все там это сумасшедшая раз там аскольд всем подпишет какой-нибудь да всем подпишешь что они дураки ну ладно хорошо хорошо а как же грибы грибы в лесу вот я об этом и говорю грибы в лесу и я несу грибы в лесу несу-несу тома я говорю такой стриме щи был прям вот не хотел это дело закруглять надо было просто перезапись делать то что после получаса обычно сама глючит камеру вот 10-15 минут пишешь бах выключаешь тогда что-то получается захотел большой стриме щи сделать вы соединить и куски эти просто лень такая была ну а идея была хорошая на вертикальную камеру записать грибочки как мы собираем и потом результат этих грибочков ну без подтасовок мы же не на выборах день там в америке не подтасовываем ну надо было изначально на широкоформатную писать камеру на бок то есть повернуть начали делать на вертикалку начали делать писали там поймали в кадр самолет садился дэшка такие классные кадры потом начали ни о чем кроме политики и все-таки о политике ну и начали говорить о сегментах вот этих вот восприятия то есть человек не может все одновременно воспринимать человек кто такой человек начали за человека а коснулись немного сектантства вот и потом за человека кто такие человеке но кто такие человеке ну вот и начали рассказывать да человеке это вот как бы Все мы люди, да не все мы человеки. О, а кто такие люди? Ну и поехали. А у нас, в Николаевском районе, люди это те-то, а население это то-то, а жители это те-то. И когда говорят, там сделаем все хорошо для людей, чтобы люди жили лучше. Ну понятно, для каких-то тех самых людей, которые занимаются управлением жителями, рассказывают, как им лучше руководить населением, чтобы население можно было дальше эксплуатироваться. В своих целях, оно может даже население уже дошло до такой степени совершенства эксплуатации, что даже не надо там его там обдирать, там что-то как-то, да не надо вообще. Где бы он ни был, что бы он ни делал, он тебе должен все. Банковская система привязала его конкретно к тем кошелькам, с которых всегда можно вытащить бабки. Они стационарные эти кошельки. Ну как ни крути, да, вроде бы где-то там-то в банке, тут-то в банке, да банк-то весь один. Так же, как и одна партия, Единая Россия, все остальные это бутафория. Реквизит, который спит до поры до времени. Вот я об этом сейчас именно пишу в телеграме, потому что мне, честно говоря, уже начинает надоедать вот это вот все, что происходит. И я решил об этом говорить, потому что не знаю, сколько уже отмерено. разные там тоже нехорошие или хорошие люди и жители угрозы какие-то там свои долбанутые постоянно мне пишут, шлют, намекают на что-то, на свою блатняцкую жизнь. Я вообще не понимаю, как пивоторговец стал блатным каким-то. Я вообще не глупаюсь, как это может происходить. Но это, ладно, это вообще не об этом, бог с ним. Вот плоды, которые произрастают на нашей замечательной земле. Можно здесь, наша дальневосточная земля все вытерпит, и все можно на ней вырастить. Как это, за счет чего это достигается? Достигается за счет той самой секты дебилов. Вот это, я знаю, единственная секта, она самая мощная. Ну, знаю, не понаслышке. Почему она самая мощная? Потому что она самая мощная. Потому что дебилы повсюду. Разветвленнейшая секта. Смотрите, как вот ликвидировать эту свалку, да, например, путем Института общественных экологов. Ну, вот как. Ну, Институт общественных экологов слабоватый, я скажу, в чем идея слабовата. А потом, если получится, или спросите, поинтересуйтесь, поинтересуйтесь. Разовью дальше идея. Видали, какой мусор строительный? Можно много выводов сделать. Разнопланово, видите? Строительный. Автосадово-огородный. Вообще, да? Общественный эколог документирует свалку, пишет об этом. Главное управление регионального контроля и лицензирования правительства Хабаровского края. Отдел экологии пишет. Оттуда ему пишут, ну, не ему, а в администрацию Николаевского муниципального района. Если это двор какой-то, дом, помойки, то тогда ищут управляющая компания или управителя. Управителя нету, они пишут, нету управителя, нету управляющей компании, мы сделаем. Тебе отвечают, ну, общественному экологу отвечают. Ну, вот, вы молодец, спасибо, что поработали. Ну, ничего пока сделать не можем, управителя найдем, будет кого шпилить. Тогда будем шпилить его, а, короче, вам напишем, что мы его отшпилили, а вы такие молодцы, дальше нам пишите. Дурость полная, зачем? Бумагу, просто перевод бумаги, времени, нервов, зачем? Неэффективно. Стал говорить о том, что это неэффективно. Мне отказали, ну, фактически отказали в продлении статуса экологического инспектора. Ну, и общественного инспектора в области защиты окружающей среды по Хабаровскому краю. Ну, вот так вот. Зато там Тягушев в группе есть. Общественный рекорд. Тот самый житель, который, в общем-то, такой, в общем-то, между населением, жителями и людьми, такой тоже, такой джокер системный, который позволяет бабло свыкачивать. Еще уголовник там уже, серьезный взяточник, там что-то с наркотиками еще в зону наркотики проносил. Ну, на людское, может, не знаю, там уже это его тема. Ну, вот. Если этот мусор где-то вообще за городом где-то, ну, там еще проще. Ну, город за это не отвечает, но, может быть, поможем, может быть, депутата Гагика Арафиковича Вагимянова позовем, он нам поможет, все. Вывезет, отчитается и, короче говоря, он же молодец, все. Ну, типа, может быть. Ну, это в лучшем случае. Ну, а так обычно вообще просто напишут, ну, молодец, вы все, пока сделать ничего не можем, ну, лес наше, все, как бы, ну, кто-то вывез, не заметили, извините, убрать не можем, все. Ну, как полиция, когда, там, говоришь, там, угрожают убийством, говорят, ну, угрожают, там, хотя законы сейчас уже, да, в сторону больше населения, но все равно. Ну, как убьют, приходите с кладбища нам позвоните, все. Ну, так вот и здесь. Нужно это? Нужен такой институт общественных экологов? Да нет, конечно, убрать. Но идея хорошая, это еще в советских времен, есть общественная, институт общественных зоозащитников, есть институт общественных, там, лесозащитников, рыбозащитников, прочее. Общественники, не стукачи, а общественники. Не работает тема. Почему? Почему не работает? Томау! Почему не работает? Да потому что управление в такую сторону, чтобы не работали. Управление со знаком минус, какое-то пособническое. Вот что происходит. И происходит везде, во всех сегментах. Депутат такой, да, я сделаю вот это, дороги. О, давай, давай, сделай дороги. Ну, дальше, ну, сделал ты там дорогу одну. Ну, он был у нас, Волынский руководитель города. Ну, что, хорошо делал, плохо. Много чего наговорили. Много чего, чего. Не хочу сейчас об этом говорить. Ну, что, он управлял хорошо. Ну, дороги чистил, да. Подряды себе выписывал. Чистил, обогащался. Ну, молодец. Ну, делал же хоть, дороги делал. Ну, делал, да. А у нас сейчас, допустим, в том же Николаевске, в Перекресток Судьбы, я там уже три заметки написал, по-моему, пару видео. Я знаю эту историю, знаю, что это под контролем все. Ну, под контролем мы тоже все лето, мы ездим, ты-дын, 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 через этот Перекресток. А это Центровой Перекресток. И все видео смотрят, и все такие, а, ну, что, ничего сделать нельзя. Твою дивизию. Ну, и нафиг нам такое управление. Ну, и нафиг вообще тогда вот это выбирать. Вообще непонятно. Ну, что, или, может быть, давайте собрать денег всем. Куда им надо уехать, там, не знаю, в Анапу, в Шляпу, там, в Краснодар, в Магадан, куда они хотят. В Москву, там, в Синеву. Собрать им денег этим самоуправленцам и отправить их туда. Ну, что, голосуйте. Или напишите там что-нибудь, что не надо этого делать, там, денег у нас нет, им отправить. Ну, давайте с бюджета им выделим. Может быть, у депутатов попросить, сколько надо, там, миллионов, там, или миллиардов. Ну, у нас бюджет всего миллиард. Если миллиардов, то это много. Миллионов, сколько там надо, кому. Ну, поделите там, составьте табель орангов. И все, и это, уезжайте, уезжайте, все, двигайтесь. А мы дальше тут грибочки пособираем, стримы позаписываем. Осенний стрим. Стрим длиною в жизнь. Единственное, что нас отделяет от нормальной, от достойной жизни, это вот та самая прокладка, которая встала между нашими ресурсами и нами. Та самая прокладка, которая наняла СМИ, наняла пособников себе в административные ресурсы, которые говорят, нет, это все не так, мы все делаем для вас. Вот. Вот именно это отделяет нас от хорошей жизни. Уберите эту прокладку, замените нормальным управлением, и все будет замечательно.